Всем привет! Это канал про цветок, на котором мы рассказываем простым и доступным языком про уход за садами и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и сегодня я расскажу о крайне необычных видах капусты, о капусте кале и брюссельской капусте, о том, как их вырастить у себя на участке. Итак, начнем с капусты кале. Капуста кале это листовая капуста, которая не имеет кочана. Ее листья очень кружевные и ажурные и употребляются в пищу. Они очень хрустящие и сладкие, главное их употреблять вовремя, когда они еще молоденькие, ведь по мере роста и старения листья грубеют и становятся немного горьковатыми, поэтому старайтесь собирать все-таки кале, когда она молодая. Капуста кале еще мало распространена в наших участках, а зря, ведь она содержит массу витаминов и массу минералов, особенно цена тем, что содержит много аминокислот. И суточное потребление 200 грамм капусты кале равна употреблению суточному мяса. В капусте кале содержатся такие витамины, как С, А, П, П, К, а также витамины группы В. Из капусты кале готовят всевозможные блюда, и в первую очередь это свежие салаты. Выращивать капусту кале довольно несложно, и агротехника, в общем, похожа на выращивание белокочанной капусты. Но в отличие от белокочанной капусты, капуста кале очень декоративна, и может выращиваться не только как культура, которая употребляется в пищу, но и декоративная культура. Поэтому под эту капусту не обязательно занимать грядки на огороде, ее можно высаживать прямо в цветниках. Вы, наверное, удивитесь, но капуста кале одна из самых морозостойких овощных культур на планете, ведь она выдерживает морозы до минус 18 градусов. Поэтому капусту кале все же я высеваю во второй половине лета, потому что в начале лета, либо в середине лета, есть ранние сорта капусты. Белокочанная ранняя капуста, либо капуста брокколи и цветная капуста. А уже к осени хочется какой-то свежей зелени, и поэтому кале я высеваю в грунт обычно после уборки чеснока и лука, когда освобождаются грядки и свободные площади. И высеваю семена безрассадным способом, просто севив их в грядки на небольшом расстоянии. Так как капуста кале не боится морозов, то во второй половине лета она отлично растет и осенью продолжает свой рост вплоть до самого выпадения снега. Иногда капуста кале растет вплоть до Нового года, и вы представляете, что на Новый год можно собрать свежие листья капусты и приготовить вкуснейшие салаты. Полную уборку урожая я не провожу. Когда мне нужны листья кале, я иду в огород и даже зимой срываю свежие листочки. Нужно отметить, что капуста кале крайне неприхотливая культура и редко повреждаются различными заболеваниями. Да и к плодородию почва она не очень-то и требовательна. Так как в грядки под озимый лук, либо чеснок я вносил много органики, перепревшего навоза, либо компоста, и использовал минеральное удобрение, значит и заправку почвы я особо не провожу. Если же у вас почва достаточно бедная, то тогда внесите перепревший навоз, либо компост под перекопку. Примерно одно 10-литровое ведро на метр квадратный. Для заправки также можно использовать и минеральное удобрение. Лучше всего комплексное, например, ту же амафоску, либо амафоскамид. Они хорошо заправят почву, и растение будет получать полноценное питание. Также, когда вы сделаете лунки для посадки, либо в рядочке, когда вы сеете семенами кали, лучше внести немножко золы, особенно это актуально на кислых почвах. Зола не только раскислит почву, устранит излишнюю кислотность, но и снабдит растение необходимыми микроэлементами для хорошего роста и развития. В дальнейшем уход за кали обычный. Это поливы, рыхление и прополки, а также борьба с вредителями, в частности со слизнями, которые любят полакомиться листьями кали. Следующий вид капусты – это брюссельская капуста. Это также овощная культура из семейства крестоцветных, как и капуста кали. Однако на наших участках она еще также не сильно распространена. Брюссельская капуста ценится прежде всего за высокие урожаи и необычный декоративный вид. Урожайность, нужно отметить, у нее высокая. Хоть кочанчики и небольшие, весом 20-30 грамм, однако на одном кусте капусты их может быть до 70 штук. В капусте кали также масса витаминов, микроэлементов, аминокислот и белков. Это крайне полезный для человека продукт. Срок созревания брюссельской капусты достаточно длительный. В зависимости от сорта он может быть от 120 до 200 дней, поэтому ее выращивают только через рассаду. Лишь в южных регионах брюссельскую капусту можно выращивать безрассадным способом. Для наших условий все же лучше выбирать раннеспелые сорта брюссельской капусты, тогда урожай гарантированно успеет вызреть до морозов. Семена брюссельской капусты высевают на рассаду в те же сроки, что и семена белокочанной капусты. В наших условиях я высеваю брюссельскую капусту на рассаду примерно в конце марта, либо начале апреля. И в возрасте 40-55 календарных дней после всходов я высаживаю рассаду на постоянное место в огород. Брюссельская капуста к условиям выращивания достаточно требовательна. На бедных почвах при засухе она не будет формировать хороший урожай, качанчики будут очень маленькими и рыхлыми. Поэтому и заправку почвы нужно проводить заблаговременно и хорошо. Грядку под брюссельскую капусту я начинаю готовить уже с осени. В начале осенью я вношу перепревший навоз либо компост под перекопку. Примерно 10-15 литров перепревшего компоста либо навоза на метр квадратный. Затем весной при вторичной перекопке я опять вношу удобрение. Но на этот раз я вношу полное минеральное удобрение. Например, ту же нитромофоску, амафоскомид, либо другое комплексное удобрение, где есть все основные элементы питания. Все это перекапываю и делаю луночки для посадки. Так как брюссельская капуста довольно габаритное растение и для нормального роста развития ему должна быть хорошая освещенность и большая площадь, чтобы корни могли полноценно питаться и поднимать все питательные вещества для формирования урожая, расстояние между рядами примерно 70 см, а между растениями 50-60 см. Если посадить капусту брюссельскую слишком густо, то питания будет не хватать и, конечно же, урожай будет очень скудным. Так же, как и все виды капусты, брюссельская капуста любит плодородные нейтральные почвы. Так как почва в моем огороде кисловатая, то перед посадкой в лунки я опять же добавляю немножко золы. Примерно столовую ложку в одну лунку. Золу смешиваю с грунтом, поливаю водой и высаживаю рассаду. Затем второй раз поливаю, чтобы почва уплотнилась и чтобы капуста хорошо прижилась. Так как брюссельская капуста требовательна к питанию, то подкормки для нее я также провожу. Примерно через 10-14 дней после посадки рассады она уже приживается на новом месте и трогается в рост. И в этот период ей нужно обеспечить азотное питание, чтобы она активнее росла. Поэтому для подкормок я использую обычную травяную бродиловку, либо компостный чай. У нас, кстати, есть отличные ролики, как приготовить эти подкормки. В дальнейшем провожу еще одну, либо две подкормки с интервалом 2 недели. И больше ничего не делаю. Капуста получает полноценное питание и хорошо развивается. Но самый важный момент – это осенний период. Осенью, примерно в конце сентября, когда уже формируется урожай, формируются качанчики, завязываются, уплотняются, обязательно нужно удалить все нижние листья на брюссельской капусте и оставить листья только на самой макушке. Это позволит растению получить больше питания на формирование урожая. То есть качанчики сформируются крупными и плотными. Немаловажный вопрос остается по защите растений от болезней и вредителей. Скажу, что и капуста кали, и брюссельская капуста болезнями практически не поражаются. Эти культуры имеют сильную генетику от своих предков и поэтому устойчивы к различным заболеваниям. Но вот вредители их поражают. Это может быть и тля, и капустная белянка, и крестоцветная бложка. Так как в пищу мы употребляем листья капусты, особенно это касается капусты кали, то, конечно же, химию в огороде я стараюсь не использовать. Лучше всего использовать биологические препараты. Например, препарат фитаверм, который хорошо справляется с тлей. Либо препараты на основе баверии и метаризиума. Эти препараты безопасны для человека и для окружающей среды и уберегают растения от различных вредителей. Кстати, такие биопрепараты можно вносить в почву и при посадке, проливать раствором этих препаратов в почву при посадке, а также обрабатывать растения по листу. Что касается слизней, то они также могут наносить непоправимый урон растениями и обгрызать все листья. Поэтому для борьбы с слизнями также нужно предпринимать различные меры. Химией я стараюсь не пользоваться. Для борьбы со слизнями применяю простые приспособления, простые ловушки. Обычно слизни у меня появляются в конце лета, когда начинается сезон дождей. Поэтому на грядках с капустой раскладываю доски. Слизни днем от солнца прячутся под досками. И затем их можно поднять и собрать вредителей. Обязательно попробуйте вырастить эти замечательные виды капусты на своем участке. И вам понравится процесс выращивания и сам урожай. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!